В свое время наш крупнейший топонемист Владимир Андреевич Никонов, царствие ему небесное, потомок бояр Никоновых, уже ему было под 80, стоял в коридоре Института антропологии и этнографии имени Миклуха Маклаев, у нас в Москве, на Дмитрия Ульянова, и прыгал, как кузнечик, и говорил, у вас что там, сохранилась доледниковая топонемия? У вас что там, сохранилась доледниковая топонемия? Потому что это было вообще невероятно. То есть да, действительно, северно-русские речки, озера, берешь санскрит, и все становится ясно, почему она так названа. У нас в Волго-Окском Междуречье вот топонемисты выясняют отношения. Скажите, пожалуйста, а почему это, значит, что это название такое, дурдура? А оказывается, на санскрите это значит лягушка, лягуша-черика. Ну, я вам просто приведу примеры, далеко чтобы не ходить, и долго чтобы не распространяться, и так достаточно много времени, посвятила ответу на этот вот вопрос первый. Название речек, близких к Москве, и вам, вполне возможно, хорошо известных. Где они у нас тут? Наверное, все-таки в конце. Сейчас быстренько найду. Ах ты же, Господи, ты Бог. Вот. Итак. Вот они. Волго-Окское Междуречье. Ну, это, сами понимаете, где они находятся, да? И, значит, у нас с вами получается следующее. Есть Махабхарата, древнеиндийский эпос, древнеарийский эпос, потому что там такие глубины времени, и мы можем там столько найти названий, которые у нас на территории нашей Родины, что, кажется, мама не горюет. Но самое-то интересное, что это приводится на, ну, если на наши, конечно, скоррелировать с нашими там временными рамками, на 3150 год до н.э. Не слабо? Название рек или крениц, которым следует ходить, чтобы им поклониться. Вот вам креница в Махабхарате и река в Паочье. Агастья – креница, Агашка – река. Акша – креница, Акша – река. Дальше уже будет так. Апага – апака, Арчика – арчиков, Асита – асарта, Ахалья – ахаленка, Вадава – ват, Вамана – вамна, Ванша – ванша, Вараха – варах, Варадана – варадуна, Кавери – коверка, Кидара – кидра, Кубджа – кубджа, Кумара – кумаревка, Кушика – кушка, Мануша – Манушинский, Париплава – плава, Плакша – плакса, Озеро Рама – озеро Рама, Сита – сить, сома – сомь, сутирха – сутерки, тушни – тушина, урваши – урвановский, ушанас – ушанец, шанхини – шанкини, шона – шана, шива – шивская, якшини – якшина. Не думал, что тушина – да. Нормально? Один в один. Нормально, да? Согласно Махабхарати, к югу от священного леса Камьяка текла в Емуну, а Емуна – это ока, река Правени, то есть прарека с озером Годовари. Но Года – это название, Вара – это круг. Сегодня к югу от Владимирских лесов течет в оку река Пра и лежит озеро Годь. Махабхарати рассказывает, как мудрецко-ушико во время засухи обводнил реку Пару, переименованную за это в его честь. Но Далепос сообщает, что неблагодарные местные жители все равно называют реку Парой и течет она с югу в Емуну Аку. И что же? До сих пор течет в оку река Пара и так же, как и много тысяч лет назад, называют его местные жители. Нормально? В описании к линице 5000-летней давности говорится, например, о реке Панди, текущей недалеко от Вороны, притока Синтху. А Синтху – это Дон, причем на карте Птолемии, он так и назван. Но река Панды сегодня впадает в крупнейший приток Дона – реку Ворону. Описывая путь паломников, Махабхарата сообщает, вот Джала и Упа Джала в Емуну впадающие реки. Если ныне текущие рядом реки Джала, это река просто на санскрите, и Упа Джала, то есть Упа река, это река Джала, Таруса, вам, наверное, не безызвестно, и река Упа, впадающая рядом в Аку. И именно в Махабхарате впервые упоминают текущую на запад верховьях Ганги, то есть Волги, реку Садонапру, Великий Донапр или Днепр. Ну и как? Ну что? Убедительно, я вам скажу. То есть, понимаете, вот о чем я вам говорю, что мы должны иметь фундамент железобетонный, монолитный, гранитный, для того, чтобы не просто разводить руками и говорить, ах, вы знаете, а я думаю, а мне кажется, а вот-вот в каких-то священных преданиях об этом говорится. В каких преданиях? Всегда надо, в общем-то, базироваться на специалистах. Если мы говорим о климате, значит, это палеоклиматологи. Если мы говорим о антропологии, значит, это палеоантропологи. Если мы говорим о лингвистике, значит, это палеолингвистика. И так далее, и тому подобное. И тогда уже не будет смешно. Мне говорили, что кто-то из наших этих самых кембридских профессоров, прочтя одну из моих статей по орнаменту, сказал, что да, Жарникова сделала реконструкцию орнамента, безупречный анализ. А гиперборея все равно была в Англии. Но я могу все что угодно, понимаете, сказать по поводу несчастной гипербореи, уж затюканной, потому что этот термин наша наука не любит безумно. Хотя если перевести на русский язык, это просто выше Борея, выше Норд-Оста, над Норд-Остом. Ну да, у нас вся территория до 60-го градуса северной широты от Белого и Баренцева моря находится выше продвижения Норд-Оста, потому что Норд-Ост формируется зимой в Карском море, проходит через Карские ворота, огибает западную оконечность Урала и выходит на русскую равнину и дальше там во все стороны, как говорится. Но за пределы северных увалов, то есть древние зоны широтных поднятий, это приполярный Урал, северные увалы, там Харовская гряда, Авника, горы Карелии, Кольского полуострова, вот это вот, то, что они называли хребтами миру, не заходит, и поэтому там тихо всегда зимой, даже если 50 градусов мороза. И ничего криминального нет. Но сами-то, извините меня, авторы той же самой Махабхараты, которую называют пятой ведой, и говорят, что если на одну чашу весов положить все четыре веды, там, Риг-веду, Адхар-ва-веда, Сама-веда, Джур-веда, а на другую Махабхарату она перевесит. Это веда для народа. И она сохранила память вообще бесчетного количества тысячелетий. Так там вполне четко говорится о том, что вот-вот здесь вот находится наша Родина, вот-вот эти вот двипы, острова так называемые, на которых они изначально жили. Ну, пардон, вам любой геоморфолог скажет, что во время Микулинского или Валдайского оледенения, это 130-70 тысяч лет тому назад, весь наш север по существу представлял собой северо-восточноевропейский архипелаг. То есть это были острова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова